Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что с вами произошло. В сентябре расставлен парнем Филипп гражданский брак в 8 лет с его родителями. Дарья, ну вот здесь сразу вопрос к вам. Почему так долго вы жили с парнем в гражданском браке, да еще и с его родителями? Зачем вы столько жили с ним? А почему вы столько жили с ним? Собственно говоря, понимаете ли вы или понимали ли вы, что если он не сделал вам предложение тогда, то скорее всего он не сделает предложение и сейчас. То есть момент здесь именно он в этом, момент здесь он именно вот в этом как раз. То есть если вы, значит, решаете жить с парнем такое большое время вместе, то, ну, наверное, вы чего-то ждете. Наверное, вы чего-то ожидаете, наверное, вы чего-то хотите от него, например. Но вы же понимаете, что вот лет срок большой, и если мужчина вам не сделал предложение, значит у него, ну, видимо, для этого были свои причины для того, чтобы не делать вам предложение. И то, что вы терпели, например, вот, то, что вы ждали его, ждали, что он вам сделает предложение, а он все не делал. Вот. Разве это не говорит о некой несерьезности мужчины, скажем так. Тем более, что вы жили с родителями. Итак, значит, момент первый. Раз, что заставляло вас жить с ним? Что заставляло вас жить с парнем, значит, и его родителями? Зачем вы жили с ним и с его родителями? Это вот, значит, первый момент. Если мы с вами разбираем данную ситуацию. Дальше, нам подарили дом. Кто подарил дом? Он продал свою машину, купил дешевую. Начал денег, немного сделал ремонт. После того, он начал вкладывать свои деньги в дом, который вам подарили. Но кому именно вам-то подарили, непонятно. Опять же, если вы не в браке. То есть, тут как-то нужно уточнить, на мой взгляд, эту ситуацию. Потому что не очень понятно, кто подарил дом, во-первых. И, во-вторых, значит, собственно говоря, непонятно, почему мужчина это делал. То есть, вы либо договорились с ним, значит, ну, либо вы договорились с ним, что он делает ремонт, он вкладывает деньги. Либо вы не договорились с ним, не о чем. Но тогда, соответственно, его реакция, она, как бы, в общем-то, понятна. Его реакция, она более чем понятна. Потому что ему неприятно, что вы ничего не делаете. По его мнению, вы не вкладываете ничего в отношения и в этот самый дом. И можно, конечно, говорить о том, что вы, например, не должны, можно говорить о том, что вы имеете право этого не делать. Да, так оно и есть. Но у мужчин это свои желания есть, понимаете? Тоже. И вот здесь как-то не очень понятно. То есть, не очень понятно, насколько кооперированы вы действовали. И если вы не действовали кооперированно вообще, а мне кажется, что вы не действовали кооперированно, что как вам удавалось сохранить отношения так долго, то есть без кооперации, без кооперирования, это было невозможно. Значит, вы как-то договаривались раньше, получается. А потом между вами что-то произошло, что вы перестали договариваться, что вы потеряли связь друг с другом. Так, я отказалась продавать свою, так как вы не в официальных отношениях. Ну, тут вот связь, тут вот связь, не ясна, связь. То есть, где связь между тем, что вы не в официальных отношениях, значит, и тем, что вы продаете машину. Как вы это увязываете между собой, эти две вещи? То есть, вы либо хотите продавать машину, потому что, ну, например, вы понимаете необходимость, скажем, с ремонта, либо потому что вы не пользуетесь автомобилем, либо вы не продаете машину, потому что она вам нужна. То есть, машина здесь... Я понимаю, вы не хотите вкладывать деньги в дом. Именно поэтому вопрос я вам задавал. Кому дом подарили? На чьё он имя был записан дом? Как вы договорились со своим мужчиной решать вопрос ответственности за этот дом? Как мне кажется, что проблема ваша, она в том, что вы 8 лет жили в девятамском браке. Далее, значит, так, денег не хватало, он крутился, мы ссорились. Из-за чего ссорились? Говорили, что вместо поддержки одни упрёки. Как вы к этому относитесь? То есть, согласны ли вы с этим или нет? Приглашают посетить отдельно. Как вы к этому, ладно, стали относиться? То есть, как вы к этому отнесли? Сам стал ответом с другой девушкой, но, скорее всего, чтобы почувствовал себя мужчиной, потому что с вами он себя мужчиной не чувствовал, видимо. Вот. И вопрос заключается в том, опять-таки, как вы к этому относитесь? Понимаете? То есть, очень важно, очень важно, как вы относитесь к тому, что произошло. Я бы сказал, что это принципиально важный момент. Потому что, если вы, например, восприняли его, ну, скажем так, ну, например, не всерьёз, если вы восприняли его слова, или если вы чрезмерно пассивно восприняли его решение о том, чтобы расстаться, то вы могли мужчине просто-напросто показаться незаинтересованы в отношениях, и отшили его такое вот поведение. Понимаете? Понимаете? Да? О чём идёт речь? Дальше. Значит так. Через месяц пытался вернуть, но я забрал овечи. Так. Ну, общение с другой девочкой, это ещё не измена, и это ещё не, ну, не обязательно разлад отношений. То есть вы ведёте себя, вы пишите просто фактами, никакой рефлексии, никаких, никакого анализа вашего поведения я не вижу. И есть ощущение, что вы как бы не стремитесь к тому, чтобы лучше понимать, значит, что с вами произошло. Почему так получилось, что у вас появился дом, и у вас тут же начались проблемы. После того, как дом появился, вот. Значит, это вот, то есть такой момент, что вы говорите, что вот он пытался вернуть, я забрала вещи. А откуда вы забрали вещи? Это вот тоже непонятно, откуда, откуда вы забрали вещи? Если, как я понял, он бы предложил пожить отдельно. Как вы это восприняли, что он предложил пожить отдельно? То есть, понимаете, вот непонятно, непонятно, как у вас отношения развиваются. Непонятно. Далее, значит, так, через месяц, так, и давайте сделаем предложение. Так, как вы могли ждать того, что он сделает вам предложение, если вы, значит, ну, если вы собрали вещи? То есть, над чем основывается, над чем основывается ваше предположение, что человек сделает вас предложение? А так вот даже, наверное, стихами сказал. То есть, вот, как-то здесь непонятно. Непонятно. То есть, если вы дали предложение, то уходить-то зачем было тогда? Или вы думаете, что мужчина, ну, что это мужчина постимулирует? Ага, нет, для мужчины это, к сожалению, выглядело как отказ, скорее. Отказ от того, чтобы быть с ним. И для мужчины это выглядело как отказ от какой-либо связи с ним. Вот этот, так, как он это увидел. Вот. Далее, значит, но не делал. Третьего другого парня стал отрабатывать, стал отбывать бывшего. А в течение какого периода времени это происходило? Вы как-то быстро очень, ну, быстро очень на другого парня-то переключились? Вы не считаете так, как-то вот, ну, как-то быстро вы переключились на другого мужчину? Уверены ли вы, что, ну, что закончили отношения с мужчиной своим? Уверены ли вы, что вы решили с ним отношения полностью? Потому что мне, например, так не показалось. Ну, как-то у вас слишком быстро все произошло. Затем до того, что вы восемь лет жили вместе. Восемь лет – это строк довольно большой, и как-то вот так очень быстро все потерять. Я же не думал, что, ну, что это правильная позиция для вас. Так, ну, отношения с новым парнем не склончились, но чувствовалось, что-то не то. Мы как-бы вот так. Мы были друзьями, общались как друзья. Бывший парень от отчаяния сделал предложение. Ну, вот, что это такое, вот, от отчаяния сделал предложение. Я, ну, я сказал. Так, вы хотели предложение от мужчины. Зачем? Почему вы ждали предложение от мужчины? Если, значит, значит, если вы еще не сделали ремонт как таковой, то есть почему вы ждали от него предложение, зачем мы ждали от него предложение, если вы еще но не сделали ремонт у себя в квартире? Вот. То есть, вот как-то, 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 ну, непонятно. Непонятно. Так, на самом деле, здесь. Далее. Вы отказываете мужчине, мужчине, то есть, он делает вам предложение, и вы отказываете ему в нем, потому что он делает вам предложение, и вы отказываете. Почему? Почему вы отказываете? Что это заставляет вас отказываться? Вот. Мне это не понятно. То есть, вы уверены в том, что, ну, например, понимаете, чего хотите от мужчины? Потому что, как-то, как-то, вот, у вас противоречие наблюдается определенное поведение. Так, перестали на некоторое время общаться, но потом снова стали видеться. Почему перестали? Почему снова стали видеться? Когда вы говорите, что мы ссорились, вы говорите «мы». то есть, вы не говорите, что я ссорился с ним, вы говорите, что мы ссорились. Мы – это кто? Кто мы? Кстати, мы… Мы – это безликая форма. То есть, вот, знаете, когда говорят «мы», то снимает с себя ответственность, получается. где ваша ответственность за ссор, где его ответственность за ссоры и так далее. Понимаете? Понимаете? Вот такой, очень важный момент на самом деле. И вы его опускаете. Там, это вы много говорите «мы», но при этом, ваше «мы» – это… как-то вот… это створение своей ответственности в его ответственности. И это не есть хорошо именно для вас, для ваших отношений. Это не есть дорого. Поэтому, когда вы говорите, что мы ссоримся, нужно понимать, значит, из-за чего именно вы ссоритесь. Что заставляет вас ссориться? Какая причина ссоры конкретно? Где ваша ответственность в этих ссорах? Где его ответственность? Понимаете? Это, вот, очень важно. Важно. Дальше. Так, значит. Тоже, что вы стали видеться-то? По чьей инициативе? Почему стали видеться? Зачем? Хотели ли вы этого? Не хотели ли вы этого? Чего ожидали? Почему ожидали? Ну и так далее. Я уже уехал на другой город, но он меня вернул. Опять. Это снова бег от ответственности. От своей. Попробовали жить вместе, но уже 4 дня секса, даже секса нет. Текса сексуальной нет. У меня, ни у него разлюбили друг друга или отвыкли. Но я думаю, что за время этих переписий, что у вас были, вы отвыкли друг от друга. А что касается любви, то я сильно сомневаюсь, что вы любили друг друга еще раньше, когда жили с родителями и когда до того, как вам подарили дом. Я думаю, что если бы здесь были чувства, вы бы об этом знали, вы бы это подчувствовали. А так, я думаю, что вы уже давно друг друга не любите, а просто привыкли. И то, что с вами произошло далее, просто действительно убрало привычку. И правильно мой коллега сказал, вам нужно решить, что вы хотите, вам нужно решить, чего вы желаете, вам нужно решить, что дальше делать с этим всем. Потому что отвыкли вы, не отвыкли вы от мужчины. Мужчина отвык, отвык или не отвыкал. Это все неважно. Важно то, с чего вы хотите сами. Пока я вижу, что вы не можете его отпустить. То есть я вижу, что у вас не получается человека отпустить. То есть у вас не получается начать, ну, другую или новую жизнь. Потому что он вас держит. Вот я думаю, в этом и заключается первая проблема. Что вы не свободны. Вы не свободны. И именно из-за того, что вы не свободны, у вас проблема с выбором. Соответственно, как только вы обретете свободу, для этого, возможно, вам стоит поработать с психологом. Как только вы обретете свободу, значит, у вас тут же, вероятнее всего, появится четкое понимание того, что нужно делать, как нужно поступать. И я думаю, что тогда вам все будет понятно. Я более чем уверен, что так все и будет обстоять. Для этого нужно понять, сперва, что вы хотите сами. Что вам нужно. То есть это видно, что если у вас нет тяги, то это проблема. Проблема в том, что он не чувствует себя с вами, мужчиной. Вы не чувствуете себя с ним, женщиной. И, соответственно, так просто это не уйдет. То есть тут, ну знаю, либо работа над отношениями, либо, ну, раздельное проживание какое-то время хотя бы. Вот. Либо признать честно, что у вас не получилось. Ну, опять же, надо перерезить разрыв отношений. Как правильно сказал мой коллега. Опять-таки. Потому что, если этого не сделать, не отпустить и не понять, почему вы в такое вот время долго были с человеком, который с вами был в гражданских браках. Он был с вами в гражданских браках. Потому что он не хотел на вас зениться. И он сделал вам предложение только потому, что начал бояться вас потерять. Ну и вот ответственность. Как так получилось? Почему так получилось? Как это стало возможным? Основные вопросы. Потому что, если вы не сделаете выводов из того, что произошло, я боюсь, что ситуация повторится. А это значит, что вы так и не построите свою семью и не будете с мужчиной. И для вас это будет, конечно, скорее негативно, чем позитивно. Если вы этого не хотите, то, соответственно, нужно во всем подробно разбираться. Это работа, это регулярная работа, ну, по крайней мере, какое-то время вам потребуется регулярная работа. Так что, выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и приступайте к работе. На те темы хотя бы, которые я отлучну. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!